Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Добрый вечер, уважаемые любители рок-музыки! Мы продолжаем наше путешествие по московским рокерским улицам. И сейчас мы прибыли в Старо-Ваганьковский переулок, дом 19, где расположена знаменитая ритм-блюз-кафе московская. Вот она сзади. Стена его расписана художниками, где нарисовано более 40 рок-музыкальных персонажей всего мира, начиная там от Дипёкла и Сидиси, и кончая нашими Андреем Макаревичем, Градским со скоморохами и другими персонажами знаменитыми. Ну, вот видите, сзади там наверху есть Битлз, Леннон, Элвис Пресли. Здесь, говорят, есть оригинальные подписи Брайана Мэй из Квин. На стене я прям расписался под своим рисунком. Здесь есть подпись Ринго, насколько я знаю. Может быть, это не так, но, скорее всего, что это так. Ну, и еще других звезд ресторана, которые расписались прям на стенах под своими рисунками. Ритм Блюз Кафе организовано было Стасом Наминым еще в 1998 году. Он пригласил к концессии Андрея Макаревича и Валерия Меладзе, как партнеров по бизнесу, чтобы создать это вместе. Валерий Меладзе был тогда только начинающей восходящей звездой, но, тем не менее, он уже был знаменит. Поэтому три человека, Стас Намин, Андрей Макаревич и Валерий Меладзе, создали этот клуб, перестроили здесь все, сделали реконструкцию этого здания, и сейчас там располагается рок-клуб. Внутри рок-клуба, ну, мы зайдем, расскажем. Здесь побывало множество звезд. Там внутри масса фотографий на стенах, кто здесь побывал. И что еще характерно для этого Ритм Блюз Кафе. Оно не такое пафосное, как Хард Рок Кафе на Арбате, но здесь очень вкусно готовят, недорого. И здесь постоянно выступают качественные, хорошие группы. И джазовые, и джаз-роковые, и роковые, да и поп-музыканты выступают иногда. Мы здесь только за последнее время были на Кроссроудзе Сергея Воронова и на Калиновом мосте были. Поэтому здесь можно очень, повторюсь, прилично провести время, очень приятно. Сюда собирается интеллигентная публика, которая любит тот старый, настоящий рок, хард-рок и ритм и блюз. Поэтому теперь пойдемте в середину, смотреть, что там внутри. И мы сегодня приехали, кстати, не просто так, а мы приехали на концерт группы Блюз Казанс, которую создал Ливан Ламидзе, известный гитарист блюзовый. Вот сегодня он в 9 часов вечера будет давать концерт здесь. И мы как раз одновременно и расскажем вам и о клубе, и посмотрим концерт Ливана Ламидзе, блюзового гитариста и автора-исполнителя собственных песен. Правда, по-моему, он поет их только на английском языке. Но послушаем. Пойдемте. В ритм и блюз кафе два этажа и два зала. Это малый зал, внизу большой. Но сейчас здесь проходит банкет, поэтому мы в него не зайдем. Но в принципе очень уютный, аккуратный и приятный зал, в котором выступают тоже приличные музыканты. Но мы будем внизу, в тот большой зал, главный, где выступают самые лучшие, самые знаменитые группы. Все стены вымешаны фотографиями музыкантов, которые здесь играли, либо бывали. Ну, это вы, наверное, узнаете. Это один из владельцев. Один из владельцев. Андрей Макаревич. Спасибо. Ну, вот мы здесь вокруг. Возвращение звезд мирового рока. Начиная от Арика Клэптона, и кончая, не знаю, кем еще. Возвращение звезд мирового рока. На скрытии сегодня все хорошо? Начиная от Арика Клэптона, Возвращение звезд мирового рока. Возвращение звезд мирового рока. Субтитры делал DimaTorzok 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 Послушали классический блюз, но больше всего мне понравилось, как они исполнили две песни Битлз. Это не блюзы были, это были настоящие битловские песни. Come together, класс, сделали вот так вот, попури такое сделали. Туда даже вкрапили из Led Zeppelin Kashmir кусочек вставили. И вторую песню они спели Don't Let Me Down, Битлз тоже классно сделали, вместе с залом пели. Мне понравилось, вы знаете, для хорошего вечернего времяпрепровождения это прекрасное место, такое интеллигентное. Здесь блюз, ритм и блюз, рок, джаз, хорошая группа выступает, скоро будет выступать Калина в мост. В общем, всем рекомендую, Старовоганьковский дом 19, вот, и припарковаться можно вот здесь за 300 рублей внутри, если кто-то не знает, потому что там парковок мало. А здесь заехали, запустили, все классно. Так что вот так вот, всем привет. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Валащу.